Здравствуйте! Это новости на канале СКАД. С вами Юлия Клёнова. Вот о чём расскажем в нашей информационной программе. И станция яркая такая, новая, интересная, понравилась нам. Станция Лабинская заработала. 1 февраля горожане смогли оценить оформление новой платформы и прокатиться с ветерком. Нужна была Волга, как артерия, по которой везли нефть. День воинской славы. 2 февраля закончилась Таллинградская битва, изменившая ход войны. Они как бы являются покровителями семьи. Пример благочестивого воспитания. Православные отметили День памяти преподобных Кирилла и Марии Радонежских. В Самаре на Московском шоссе перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту номер 205. Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье 1 февраля около 10 утра на участке между улицами Ташкентской и Алма-Атинской. Водитель не справился с управлением, как сообщают сотрудники ГИБДД. Пострадали двое пассажиров – 46-летняя женщина и мужчина 25 лет. Госпитализация им не потребовалась. Всего же за прошедшие выходные произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек. Погибших нет. И к другим новостям. Станция метро Алабинская заработала. 1 февраля жители областной столицы смогли прокатиться и оценить оформление новой платформы. Я напомню, что официальное открытие состоялось в январе, но тогда поезда передвигались в тестовом режиме. Теперь же самарцы могут добраться до центра города с меньшим числом пересадок. В числе первых пассажиров оказалась и наша съемочная группа. Еще до начала открытия горожане собрались возле турникетов. Каждому хотелось увидеть новую платформу самарской подземки. Татьяна Кондратьева оказалась первой пассажиркой. Женщина признается, что открытие новой станции ждала с нетерпением, поскольку теперь она может до работы добираться без пересадок. Я пользуюсь метро каждый день, езжу на работу и очень довольна, что теперь этот путь мой сократится по времени. Татьяна, как первый пассажир, получила подарки – памятные сертификаты и транспортную карту. Несмотря на выходной день, многие самарцы изъявили желание покататься с ветерком. Мы сейчас из библиотеки и как раз для нас это очень удобно. Раньше мы добирались с пересадкой в библиотеку, а теперь сможем ездить прямо от дома сюда к библиотеке. Три минуты буквально ходьбы. И станция яркая такая, новая, интересная. Станция Алабинская – это десятая платформа метрополитена. Именно финансовая поддержка правительства области сыграла решающую роль в завершении строительства. В 2014 году на возведение станции по госпрограмме развития областной транспортной системы планировалось направить 300 миллионов рублей. Из областной казны было выделено дополнительно в четыре раза больше – свыше миллиарда рублей. В декабре прошлого года глава региона Николай Иванович Меркушкин посетил пробный пуск метро, подчеркнув, что в дальнейшем самарская подземка будет развиваться. Согласно плану, целый месяц метро работало в режиме обкатки, и вот теперь Алабинская открыта для всех. Между станцией Российская и Алабинская движение поездов будет осуществляться по одному пути. По остальной линии метрополитена, как поезда ходили по двум путям, так и будут ходить. Интервал движения поездов будет составлять в 10 минут. Станция Алабинская будет функционировать ежедневно с 6 утра до полуночи. Петрина Клантаевская, Владимир Терентьев, СТВ. Самарский издательско-полиграфический техникум могут объединить с колледжем транспортной коммуникации. Уведомление о реорганизации поступило в учебное заведение несколько недель назад. Студенты и преподаватели техникума против присоединения к колледжу, они собирают подписи под петицией, которые направили губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. Подробности далее. В здании учебного корпуса Самарского издательско-полиграфического техникума занимается 700 человек. Сгибт вошел в топ-100 учебных заведений России. Слухи о присоединении учебного заведения к колледжу транспорта и коммуникации насторожили как преподавателей, так и студентов. На сайте Change.org студенты разместили петицию за сохранение независимости техникума. Это одно из обращений. Написано обращение Меркушкину, министру Пылеву. Обращались партийные органы. Писали и в Москву, в Федеральное агентство по печати, массовым коммуникациям. В принципе, сейчас позиция уже складывается какая-то. Но официальных ответов пока не было. Официального ответа нет до тех пор, пока не будет озвучен результат экспертной оценки. В Министерстве образования и науки Самарской области считают, что присоединение сгибт к колледжу транспорта и коммуникации пойдет только на пользу. Кроме того, если вдруг это случается, и объединяются два этих образовательных учреждения, то вот это объединение позволит нам на 15% увеличить заработную плату педагогов от полиграфического техникума. Никаких переездов, перемещений не происходит. Это, опять же, не... Вот, как сказать, можно обратиться к практике других реорганизаций, потому что это, я еще раз повторяю, это не первый случай и не последний. Пока же сотрудники техникума находятся в подвешенном состоянии. Среди них преподаватель Владимир Пудовкин. Его стаж 52 года, 23 из которых проработал в стенах техникума. Дело в том, что нам обещают сохранить эти дисциплины в стенах нашего техникума. Но я-то знаю, что у колледжа транспорта и коммуникации есть уже печальный опыт, когда они взяли под свое крыло бывшее здание 7-го училища полиграфистов. Сгибт — это единственное в Поволжье учебное заведение издательско-полиграфического профиля. За 50 лет работы здесь появилась своя газета «Твердый знак», признанная лучшим студенческим изданием. Кроме того, типография техникума приносит стабильный доход. Принципиально более полумиллиона мы в месяц зарабатываем. То есть это может идти на амортизацию оборудования, на закупку какого-то нового оборудования. Это может идти на содержание сотрудников учебно-производственных мастерских. Студенты сразу же сказали, мы поступали в Сгибт. Если бы мы хотели поступить в СКТК, который находится через дорогу, мы бы сделали это еще в прошлом году. Решение о реорганизации учебного заведения пока не принято. Анастасия Шамшурина, Эдуард Растегаев, Филипп Корецкий, СТВ. 2 февраля день воинской славы. 72 года назад советские войска завершили разгром крупной группировки немецко-фашистских войск в Сталинграде. В Самаре на площади славы у монумента скорбящей матери собрались ветераны, участники патриотических клубов и простые горожане, чтобы почтить память воинов, совершивших великий подвиг. Подробности в репортаже Максима Острикова. 2 февраля день окончательного разгрома группировки немецких войск в Сталинграде. Сегодня на площади славы собрались люди всех возрастов почтить память советских солдат. Сегодня 72 года со дня Сталинградской битвы. Битва за Сталинград показала то, что советские люди были несломны, свои города они не отдавали в руки фашистов. Молодое поколение знает о тех событиях лишь в общих чертах, хотя осознает важность момента. Ветеран Иван Тиньков, отметившись 90-летний юбилей, воевавший на Волховском и Третьем Украинском фронте, понимает лучше, что его братья по оружию не позволили сделать фашистам под Сталинградом. Нужна была Волга как артерия, по которой везли нефть, и нужно было для самолетов горючих, танков, машин и так далее. Так вот, немцы расшитывали после Москвы, если не удалось, то перерезать Волгу. Нефть – кровь войны. Без нее невозможно было противостоять противнику. Но итог битвы еще и в том, что после Сталинграда немцы утратили инициативу. Именно оттуда начался освободительный поход советских войск, закончившийся в Берлине. Тогда в плен сдалось около 100 тысяч солдат противника, во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Высокое звание, как и приказ не сдаваться, он получил накануне от Адольфа Гитлера. Однако он не послушал Гитлера и сдался в плен нашим войскам. Именно тогда был сломлен пресловутый великий немецкий дух победы. Потери составили, по разным данным, более миллиона с каждой из сторон. Город Сталинград был почти полностью разрушен, но не побежден. Максим Остриков, Николай Сидоров, СТВ. Жители двухэтажных домов на улице Мирной в Самаре ждут, когда чиновники и коммунальные службы обратят внимание на аварийную ситуацию. Канализационные стоки из колодца текут уже на протяжении двух недель. Но на заявки и просьбы жильцов приступить к ремонту пока никто не откликнулся. Илья Егоров подробнее. Улица Мирная 163. Проблемы с колоссом около дома возникают уже не в первый раз. В конце декабря коммунальные службы аварийную ситуацию здесь уже устраняли. Но спустя пару недель нечистоты вновь стали течь прямо по проезжей части. Слой наледи на дороге с каждым днем становится все толще. Запах проезжей части вся замерзшая. То есть проезд как минимум только в одну сторону проезд. Либо скакать по кочкам. Да, как-то вот так вот. Ренат рассказывает, за минувшие две недели неоднократно обращался в различные инстанции. Но устранять неполадки никто особого желания не демонстрирует. Жители близлежащих домов так и не поняли, кто в итоге должен этим заниматься. Не могут найти собственников этого колодца. Мы звонили в СКС. СКС отказывается, говорит, что это не их ветка. Звонили в администрацию Кировского района Сергея Александровича Мухранову. Он обещал разобраться. Хотелось бы, чтобы администрация обратила на это внимание и каким-то образом нам помогла в этом вопросе. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ. Сейчас прервемся и вот о чем расскажем во второй части выпуска. Сокружительные удары и мощные броски в угласной столице прошел первый в истории чемпионат Самарской области по панкратиону. Продолжаем выпуск. Инициативные и небезразличные к судьбе страны и региона. 184 слушателя второго потока Самарской региональной партийной школы «Единой России» получили удостоверение. Напомним, в марте позапрошлого года такая специализированная образовательная площадка в Самаре стала первой в Привожском федеральном округе. За партой сели секретари первичных отделений, руководители местных исполкомов, уже состоявшиеся руководители предприятий. Они погрузились в политический менеджмент, социологию, респруденцию, историю партии, избирательные технологии. Новации года. На одной площадке опытом делились и сторонники «Единой России», и представители других политпредпочтений. С выпускниками связывают участие в начавшемся реформировании органов местного самоуправления. Мы делали укор именно на какие-то практические технологии, чтобы наши выпускники могли создавать различные социальные проекты, которые были бы интересными и полезными. Я хочу сказать, что такой опыт уже получен положительными выпускниками прошлого года. Уже есть несколько проектов, которые были защищены и получили гранты. Среди наших выпускников есть те, которые вошли в кадр резерв и Привозского федерального округа, и областной кадровый резерв. Поклонница благочестивой династии. В последний январский день православные Самары устремились в домовый храм духовной семинарии, который назван в честь родителей заступника земли русской Сергия Радонежского. В День памяти преподобных Кирилла и Марии в честь престольного праздника семинарского храма прошла божественная литургия, на которую прихожане пришли целыми семьями о вдохновляющем духовном примере Дина Сметанова. Благочестивые супруги Кирилла и Марии Радонежские известны в первую очередь как родители игумена земли русской, преобразователя монашества Сергия Радонежского. Они явили пример духовной ценности, которым вот уже более семи веков стараются руководствоваться христианские семьи, выбирая ориентир правильного воспитания детей. Я как бабушка, как мама, меня дети почитают, уважают, но и они воспитывают также своих детей. Они как бы являются покровителями семьи. Мы венчались пять лет назад с женой в этот день. Святой Кирилл был из боярского рода в эпоху, когда страна находилась под игом Орды и была раздроблена территориально. Мы современные люди думаем, у меня нет времени для того, чтобы молиться. Я человек занятой. Пускай молятся бездельники или пенсионеры. Но вот образ святого Кирилла для нас указывает на то, что даже люди высокого звания, крайне занятые, это все-таки боярином быть в эпоху княжеской раздробленности, это действительно занятой человек. Он все-таки посвящал свою жизнь не только служению своему князю и государству, но и Богу. В этот день у семинаристов и преподавателей духовной семинарии праздничная трапеза. Ведь святые Кирилла Марии – покровители семинарского домового храма. Дина Сметанова, Олег Павлов, СТВ. «Живииграючий» – не просто слоган. Радиостанция «Код.ФМ» подвела итоги первого этапа акции «Новый код». Победители фотоконкурса получили не только ценные призы, но и возможность встретиться с ведущими эфира. На церемонии награждения побывала наша съемочная группа. «Код.ФМ» запустил конкурс на лучшую фотографию домашнего кота в новогоднем антураже еще в декабре. И даже не ожидал такого наплыва фотографий. Победители определяли с помощью генератора случайных чисел. И главный приз достался четырехгодовалой британке Орсе. У меня на телефоне 500 фотографий, 250 коты, 250 внучек. Поэтому это любовь наша – и коты, и детки. Другой участник фотоконкурса – тоже британец, только веслоухий – Марсель. Победил в номинации «Лучшая катография по мнению Код.ФМ». К своим хозяевам попал в качестве подарка семь месяцев назад. Его участие в конкурсе – дело случая. В конкурсе мы узнали по телевизору, увидели рекламу и решили поучаствовать. Меньше чем за месяц в фотоконкурсе приняли участие около 400 человек. Акция сподвигла ведущую радио Ольгу Мур обзавестись собственным питомцем. Я признаюсь честно, у меня лично нет кота или кошки. Я уже давно думала над этим. Но этот конкурс действительно меня вдохновил на то, чтобы завести собственного питомца. И хочу британку. Вот именно эту породу. И желательно рыжую, как наш Код.ФМ. Победители первого этапа получили ценные призы от редакции и от партнеров конкурса «Клиники Айболит». Впереди еще четыре этапа. Каждую неделю будут новые номинации. Уже сегодня на сайте Код.ФМ названы номинанты в категории «Код.Волшебник». Голосование продлится до пятницы. Хочу вас поблагодарить за то, что вы знаете Код.ФМ, что вы слушаете, надеюсь, Код.ФМ. Откликнулись на наше приглашение принять участие в этом конкурсе, который мы периодически проводим, в том числе на сайте и в эфире, и в праде. Анастасия Шамшурина, Владимир Терентьев, Анатолий Барамзин, СТВ. Сокрушительные удары и мощные броски. Областной столицы прошел первый в истории чемпионат Самарской области по панкратиону. Целый десант талантливых спортсменов бился за победу в турнире. Десятки атлетов демонстрировали свою технику ведения боя. Наш корреспондент Александр Семенов впечатлился бескомпромиссными поединками. Сокрушительные удары и бешеный темп поединка, вертушки, замысловатые выпады и непредсказуемость результата. Панкратион – один из самых зрелищных видов боевых искусств. Тут смешение стилей. Присутствует как ударная техника, так и борьба. Каждый поединок смотрится буквально на одном дыхании. Подготовка по правилам данного вида спорта имеет важное значение не только в формировании профессиональных спортсменов, но также универсальных бойцов, достойных защитников нашей Родины. Резкий, дерзкий и эффективный выпад. На раздумье у спортсмена доли секунды. Зрители замирают. Соперник потрясен ударом. Однако бой продолжается. Здесь все по-взрослому. За поединками внимательно следит известный боец смешанных единоборств – Рамист Терегулов. Наш земляк сейчас готовится к очередному непростому поединку. А пока заряжается положительной энергией от молодых атлетов. Мне очень понравилось. Бои очень зрелищные. Парни красавцы, молодцы. Видно, что готовились. Мне очень понравилось. Особенно первый день соревнований. Все началось с первого боя. И видно, что ребята очень хорошо настроены и готовы побеждать. Особенный восторг у зрителей вызвал финальный поединок в абсолютной весовой категории. Тяжелые парни продемонстрировали действительно большую волю к победе. Виталий Сергеев боевыми искусствами занимается только два года. И за такой короткий промежуток времени успел добиться неплохого результата. Эмоции зашкаливают. Последний бой был очень хороший. Жаль, времени на подготовку было минимальное. Но удалось все-таки победить. Александр Семенов, Олег Павлов, СТВ И у меня на этом вся информация. Далее смотрите еще один сюжет, а затем прогноз погоды и программу Абзац. В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского, вгслиманский.ру Читайте наши новости первыми в социальных сетях, в группах СКАТ СТВ Самара и заходите на наш сайт, сайт телерадиокомпании СКАТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. 11 декабря 2014 года в ГК Управление делами президента Российской Федерации «Президент-отель город Москва» состоялась 10-я торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии «Экономическая опора России-2014». В церемонии награждения приняли участие более 80 компаний, обеспечивающих отечественных потребителей конкурентноспособной и качественной продукции и услугами, сохраняя стабильность и сбалансированность внутри рынка России. По решению Президентского Совета Фонда поддержки предпринимательских инициатив ООО «Батек Велна Стольятти» объявлено номинантом премии «Экономическая опора России-2014» с присуждением предприятию почетного звания «Национально значимое предприятие» и вручением директору Дубишкину Игорю Викторовичу почетного знака за вклад в обеспечение экономической безопасности России. Скончался почетный гражданин Самарской области и Похвестневского района Николай Тимофеевич Кукушкин. За 79 лет жизни он многое сделал для развития агропромышленного комплекса губернии, за что получил многочисленные награды. Среди них орден Трудового Красного Знамени, орден Ленина, знак почета, нагрудный знак за заслуги перед Самарской областью. Губернатор и член регионального правительства выразили соболезнование родным и близким Николая Тимофеевича. Прощание состоится 4 февраля в 12 часов дня в селе Савруха Похвестневского района.